Доброе утро! Сегодня у меня такое будет видео вдохновленное, потому что вдохновение я получила от Сони Эсман. Я посмотрела его видео, она сделала так мой гардероб. Она сказала своим зрителям, что бы они делали этот. Я сказала бы, ладно, почему бы и нет, я тоже сделаю такое видео, так что давайте начнем. Какая моя самая старая вещь в гардеробе? Самая старая вещь в гардеробе это вот такая вот джинсовка. Эта джинсовка у меня из манго. И она очень-очень старая, потому что она у меня с 10 класса. И как вы знаете, 10 класс мой был 10 лет назад, я думаю. И к счастью, моя мама, она любит не выбрасывать вещи из своей квартиры. И да, иногда это было мне печально, потому что из-за этого, что она не выкидывает вещи из квартиры, то когда я прихожу домой в мою комнату, я не могу нигде найти себе место, потому что там везде сундуки такие большие, всякие вещами. Но и тогда я иду спать в маминой комнате вместе с мамой. Но думаю, она делает это специально, чтобы я с ней спала в одной кровати, потому что ей скучно спать одной. Так что прошли лет, прошли года, и эта джинсовка, она пылилась в гардеробе. В моей комнате у моей мамы дома, и когда эти джинсовки вернулись в моду, так что я посмотрела всякие вещи. Я вообще люблю копаться в вещах старых у моей мамы, потому что я люблю винтажные вещи, и я часто там забираю всякие вещи. Я взяла эту джинсовку, и я так ей рада, потому что она так красиво смотрится, и закатала ей рукав, чтобы она получила такой стиль новенький. Так что... Самая новая вещь в моем гардеробе. Вообще-то мои самые новые вещи в гардеробе, они вещи, которые я купила в Мальте. И про это я вам сделала видео, вы можете просто пойти и посмотреть это видео. Но я выбрала оттуда две самых моих любимых вещи, так что это моя пиджамочка. Если вы смотрите новости, смотрели новости на этой неделе, вы видели, что Израиль, он был атакирован снегом. Вообще-то в Теравиве не было снега, и снег был только в Иерусалиме, и дальше, и всё такое. Но, вау, Израиль выглядело как Швейцария на несколько дней. И нам было очень холодно, и до сих пор очень холодно. Не знаю, сегодня утром, думаю, 17 градусов тепла, или что-то такое я не проверяла, но было типа тёпленько. Но ночью это доходит от 3. 3 градуса? Это так холодно. И как я рада, что я купила такую пиджамочку. Она такая-такая-такая тёплая и красивая. И если вы хотите про неё ещё посмотреть, посмотрите видео из Мальты. И я выбрала ещё вот эти вот башмачки, потому что все их так любят. Самая дорогая вещь в моём гардеробе — это вот эти вот ботиночки. Они... да, они красивые. Я не знаю, если вы можете видеть их некрасоты, они уже почти. Что-то я их каждый год несу. К сапожнике он мне делает новый каблук. Это у меня уже третий год. Это у меня. Да, это третий год. Или четвёртый даже. Но это мне купил мой бывший товарищ. Мой бывший парень. И они от Ripley. И они... это самая дорогая обувь, что у меня есть в гардеробе. Я их очень люблю. Они у меня уже много лет со мной. Я их обожаю. Они никогда... Мне они не перестают нравиться, потому что они самые удобные. У них каблук. Я могу в них ходить 10 километров и бегать, и что нет. И они тёплые даже. Хотя бы у них тут носочек. Я их очень-очень люблю. И вот и всё. Я не думаю, что когда-нибудь я их выкину. В полетах я их не одеваю. Так что перед зимой я их несу к сапожнике. Он делает новые каблуки. Так. Всю зиму я их ношу. И всё. Самая доступная вещь в моём гардеробе. Это был вот этот вот кардиган. Из Киева. Я купила его в Киеве за 80 гривен. То есть 8 долларов. Нет. И... Он тёплый, красивый. Он очень длинный. Он доходит ниже колен. И он классический такой. Мне очень нравится. И цвет у него серенький. Такой необычный. Я бы не сказала, что он стоил 8 долларов. Я могу его хорошо сравнить вместе с кардиганами из Топшоп, которые стоят 100 долларов и более. Так что я очень его люблю. Если вы хотите такой кардиган, идите на рынок в Киеве. Я забыла, как зовут этот рынок. Жалко. Неважно. Самая лучшая скидка в моём гардеробе были эти вот. Мои любимые сапожки. И их я купила тоже в Мальте. И они мне стоили, вы хорошо сидите, 10 евро. У них была скидка. Ну и раньше они не были такие дорогие. И вообще я обожаю этот цвет. Я знаю, что не все их обожаете. Но я да. И последняя вещь. Это моя самая большая трата денег. И я не знаю, так сказать. Я искала какую-то другую вещь, что трата денег. Потому что я не думаю, что это... Ну, можно сказать, что это да, трата денег. Потому что это моё платье, которое я купила на этот день рождения. Вот такое. Он его вся... Это вот его юбочка. Хорошо. Попытаюсь вам объяснить. Это его юбочка. Высокая такая и короткая. И к ней спереди... Сзади ничего нет. Сзади у вас спина открыта. И тут спереди вот это так выглядит ваша верхняя часть. Это сидит у вас так вот. Если вы смотрите на меня сзади, это выглядит, как будто я только одета в бутсгальтер с юбочкой. Но впереди это выглядит очень-очень хорошо. Но почему трата денег? Потому что она мне стоила тоже очень дорого. Она стоила мне 250 долларов. И... Думаю, что для платья чёрненького, которое вы можете одеть только один раз в свой день рождения, это немножко трата денег. Но я думаю, что нет такого слишком много чёрных платьев в гардеробе. Так что я не... Я бы не сказала, что это трата денег. Потому что... Это было очень хорошо для моей души. И моя душа радовалась, когда я надела это платье. И до сих пор, кто смотрит мои фотографии с день рождения, спрашивает мне, Вау, откуда твоё платье? Это платье я купила у израильского дизайнера. Дизайнерша. Лиан Фишбен её зовут. И... Я балдела от этого платья. Так что можно сказать, что это трата денег. Потому что это на один раз. Но в следующем году я ещё раз одену это. На один или два раза. Всё будет хорошо. Спасибо большое за просмотр. Я была очень рада делать этот таг. Мне это очень было интересно. И забавно. Так что, если вам понравился этот таг, моё видео, ставьте мне палец вверх. И подписывайтесь на мой канал, если вы не подписаны. Я вас жду с любовью. И если вы хотите, чтобы я делала ещё какие-нибудь таги интересные, то скажите мне, пожалуйста. Потому что мне было очень весело делать этот таг. Вот и всё. Спасибо большое. И... До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok